Новости на телеканале Атамикен Бизнес. В студии Эльвира Нейманбаева. Здравствуйте. В Казахстане создадут сайт, с помощью которого можно будет проследить, сколько незаконно выведенных денег из страны удалось вернуть. Этим занимается межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Структура образована 5 июня указом президента. Своим приоритетом члены комиссии считают выявление условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц. В состав вошли первые руководители правоохранительных, специальных и отдельных центральных исполнительных органов. Анацбанка, агентство по регулированию и развитию финансового рынка и фонда Самрук-Хазына. По итогам первого заседания были раскрыты подробности ряда резонансных и масштабных дел. 3 миллиона долларов вернули в Казахстан зарубежных счетов бывших руководителей Комитета нацбезопасности. По сообщению Генпрокуратуры, деньги находились в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. В 100 раз больше смогли незаконно заработать монополисты. На заседании рабочей комиссии озвучили сумму, которая составила 140 миллиардов тенге. Сейчас ведется расследование в отношении руководства ТО «Казфосфат». По данным Департамента экономических расследований Жамбылской области, незаконный доход монополиста составил почти 700 миллионов тенге. Казахстан Центра транспортного сервиса и нескольких других крупных организаций. По делу оператора РОП предотвратили хищение около 180 миллиардов тенге, которые перечислялись со счета оператора РОП на счета Жаслдаму. Из этих средств 100 миллиардов тенге направили на льготное автокредитование. Далее дело Анатолия Балушкина, акционера группы компании Бипэк, находящегося в международном розыске. Около 80 его объектов недвижимости, среди которых базы отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна» в комиссии хотят конфисковать в пользу государства. Работа по установлению, аресту и взысканию преступных активов, в том числе за рубежом, продолжается, сообщили в комиссии. Кроме того, конфискации подлежат и земельные участки бывшего Акима Алматы Виктора Харпунова. На территории Казахстана продолжается ревизия объектов, которые ранее, вопреки закону, не были конфискованы. На сегодня установлено 36 таких объектов – коммерческая и жила недвижимость земельные участки. Возбуждены исполнительные производства конфискации восьми земельных участков Харпунова, расположенных в Восточном Казахстане. В октябре 2018-го суд назначил бывшему Акиму Алматы Виктору Харпунову 18 лет лишения свободы. Его и его супругу обвинили в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. В Нацбанк переводят более 5,5 миллионов долларов по делу букмекерской конторы «Олимп Ки-Зет». Об этом сообщили в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Кроме того, в пользу государства конфисковали около 3,5 миллиардов тенге в виде разного имущества. Это 4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомобилей и 30 объектов недвижимости в Алматы. Приговор по делу букмекерской конторы «Олимп» огласили в июне прошлого года. Тогда подсудимые получили наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет. В 2019 году Комитет нацбезопасности инициировал досудебные расследования в отношении администрации букмекерской конторы. Ее заподозрили в организации незаконного игорного бизнеса. По данным следствия, компания нарушала нормы законодательства и через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность с излечением определенного дохода. В настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк 5,5 миллионов долларов и 200 тысяч евро, изъятых в рамках уголовного отдела в отношении должностных лиц букмекерской конторы «Олимп». Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшигайского городского суда от 06.06.2022 года о переводе в колонию поселения руководителя этой букмекерской конторы гражданина С, причинившего ущерб на 95 миллиардов тенге. Спекулянты увеличили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI. Данные, актуальные за неделю, завершившуюся 12 июля, опубликовала комиссия по торговле товарными фьючерсами. Число контрактов на WTI за указанный период на биржах Нью-Йорка и Лондона выросло на 15,5 тысяч, передает Рейтер, добавляя, что рост цен на нефть происходит на фоне усиления геополитической напряженности. Кроме того, биржевые спекулянты реагируют на заявление о том, что Саудовская Аравия не сможет быстро нарастить нефтедобычу, несмотря на призывы Запада. Евро, впервые сравнявшийся с долларом за всю историю своего существования, не спешит восстанавливаться. Теперь его судьба, по мнению аналитиков, опрошенных Франс Пресс, зависит от действий Газпрома и дальнейшего курса американского доллара. Что спасет единые валюты Европейского Союза в обзоре моего виртуального коллеги Айсанджа. Айсандж, добрый день. Здравствуй, Эльвира. Опрошенные французским изданием трейдеры считают, что евро может восстановиться, если в ближайшие месяцы он преодолеет ряд препятствий, передает агентство Еврейжедей. Первое, что нужно преодолеть, это избежать риска прекращения поставок российского газа в Европу. Иначе, это приведет к резкому росту цен на электроэнергию и вынудит страны еврозоны ограничить промышленную деятельность. Если северный поток один не возобновится, евро упадет, поскольку волны экономического шока будут ощущаться во всем мире, и поскольку европейский энергетический кризис вполне может спровоцировать рецессию, уверены эксперты. Во-вторых, инфляция, а точнее ее обуздание, станет ключевым фактором в этой гонке евро и доллара. К концу года перспективы снижения инфляции и более сбалансированные сообщения центральных банков, по мере приближения циклического пика официальных ставок, должны способствовать возвращению аппетита к риску и ослабить спрос на доллары США. Если это произойдет, евро может отойти от паритета в последние несколько месяцев текущего года. Пельвира. Спасибо, Айсанж. Механизм ОПЕК-плюс по-прежнему работает для мониторинга и оценки ситуации на международном рынке сырой нефти. Об этом Джиди заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд. Аналитики считают, заявление показало неприятие Саудовской Аравии предложение Байдена об увеличении добычи нефти. Саудовский принц сделал заявление на пресс-конференции по итогам саммита по безопасности и развитию Джиди, в котором приняли участие лидеры Совета Сотрудничества стран Персидского залива, Египта, Ирака, Иордании и находящийся с визитом президент США Джо Байден. Мы всесторонне выслушали мнение всех наших друзей и партнеров по энергетической политике, включая основные страны-потребители сырой нефти. Но у членов ОПЕК-плюс уже есть фиксированный механизм для мониторинга и оценки ситуации на международном рынке сырой нефти. Пока же, мы думаем, этот механизм работает. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн и комиссар ЕС по энергетике кадры Симпсон посетят Баку, где обсудят с властями Азербайджана поставки местного газа в Европу. Как ожидается, по итогам переговоров будет заключена сделка, направленная на снижение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей и сокращение ожидаемой нехватки газа в будущей зимой. Сейчас топливо, добываемое на шельфе Каспийского моря, поступает в Европу через южный газовый коридор. Брюссель рассчитывает, что смогут получать по этому маршруту ежегодно не менее 20 миллиардов кубометров топлива к 27-му году. На территориях Франции, Испании и Португалии уже который день продолжают пылать пожары. Количество жертв превысило тысячу человек. Во Франции сгорели 11 тысяч гектаров леса, в Испании 2 тысячи, в Португалии еще десятки тысяч. Жители близлежащих населенных пунктов эвакуированы в регионе аномальная жара. Температура воздуха, спровоцировавшая возгорание, превышала 40 градусов по Цельсию. Борьбу с огнем осложняют постоянно меняющиеся направления ветра. Мы имеем дело с двумя одновременными крупными пожарами, которые начались почти в одно и то же время. Пришлось вырубить линию деревьев шириной 20 метров, чтобы остановить пожар и создать зону, из которой могут действовать пожарные. Тем временем для Казахстана проблема пожаров также является актуальной, особенно сейчас, пожароопасный период. В этом году уже произошло 394 лесных и 22 степных возгорания. Общая площадь составила более 34,5 тысяч гектаров. Горит сухая трава. Проблема осложняется сильным ветром, который перекидывает огонь на жилые массивы. Немало ущерба наносят степные пожары, где по этой причине гибнет скот. Например, 14 июля в Итраусской области заживо сгорело несколько сотен пасущихся в степи овец. Кстати, в министерстве Пучуэс ответили на вопрос, почему зачастую пожарные машины прибывают на место тушения поздно и без воды. Водителям пожарных машин не уступают дорогу. Также уходит время на отключение электричества перед тушением объекта. Для нас важна жизнь наших сотрудников, чтобы их не ударило током. Что касается объемов воды, то обычно пожарная машина приезжает с 5-8 тоннами воды. Когда этот запас заканчивается, мы берем воду с ближайших пожарных гидрантов. Проблема в том, что есть они не везде, а в некоторых, которые есть, не хватает давления для ее получения. В стране выявили около 9 тысяч человек без гражданства. Об этом сообщила представитель управления комиссара ООН по делам беженцев Ирина Белялова. 2700 из них получили помощь в оформлении нужных документов от Комитета миграционной службы. Еще около 600 дел находятся в производстве у неправительственных организаций и Бюро по правам человека. Правозащитники говорят, что цель компании не только в выявлении мигрантов, но в искоренении без гражданства как явление в целом. Особое внимание в этом направлении уделяют детям. С конца 2019 года полторы тысячи детей были зарегистрированы без документов, удостоверяющих личность их матерей. Это послужило катализатором для внесения изменений в правовые акты Казахстана, которые регулируют вопросы гражданства. В ходе широкомасштабной кампании по выявлению и определению документирования в Казахстане было выявлено почти 9 тысяч лиц без гражданства, что больше, чем количество лиц без гражданства, выявленных партнерами УВКБ ООН за 8 лет в период с 2014 по 2022 годы. В стране широко отпраздновали День Металлурга. Профессиональный праздник повелителей металла отметили накануне. Холдинг «Казахмыс» по традиции подготовил обширную программу мероприятий в Лутаусской и Карагандинской областях. От награждения лучших сотрудников до футбольного матча производственников со звездами отечественной эстрады. Чем запомнился долгожданный праздник? Жалхаз Азганбаев с подробностями. Следуя традициям, не забывая прошлое. Глава новообразованной области Лутау, один из топ-менеджеров «Казахмыса», депутаты и гости отдают дань уважения Канышу Сатпаеву, благодаря которому появились многие месторождения на карте Казахстана. После церемонии возложения цветов – не менее значимая церемония чествования лучших сотрудников. В преддверии профессионального праздника казахмысовцы получили ордены, нагрудные знаки и большое количество благодарственных писем от руководства области и самого холдинга. Всего были отмечены более 50 жазказганцев. Сегодня своей трудовой металлургии Жазказгана и Каражал обеспечат рост экономики не только области и Гулутау, целом республике. Выражаю признательность всем, кто трудится на металлургических предприятиях нашей области. Ваше трудолюбие, мастерство, ответственность заслуживает самого глубокого уважения. Профессиональный праздник, между тем металлурги, можно сказать, ждут больше, чем Новый год. Причем не только производственники, но и жители Жазказгана и Балхаша. Казахмыс в программе празднования учел предпочтение всех категорий горожан. Спектакли, мастер-классы, пенная вечеринка и показ фильмов для детей, традиционные голоконцерты с участием звезд отечественной эстрады для родителей. Кстати, артистов просто так не отпустили. Им предстояло сыграть в футбольный матч с металлургами. Поздравления, премии, подарки. В этот день все в честь профессионалов, ежедневно обеспечивающих выдачу сотен тысяч тонн высокопробной катодной меди. Именно некоторых и вовсе занесли на доску галереи трудовой славы на проходной Балхашского медиплавильного завода. 170 человек предприятия также получили почетные грамоты и благодарственные письма от руководства. И как отметил в своем поздравлении гендиректор Казахмыс Молтинга Нур-Ахмед Нуриев, ближайшие несколько лет металлургов ждет большая работа. Мы будем реализовывать проект по строительству серно-кислотного цеха дополнительного, который поможет, как выпускать дополнительные объемы серной кислоты и также улучшит экологическую обстановку в городе. Планируется также модернизация газоходных систем, пылеулавливающего оборудование в цехах, что также, я надеюсь и верю, улучшит обстановку на рабочих местах. Как подчеркнул Нуриев, реализация всех обозначенных проектов запланирована до конца 2024 года. Значимость металлургической отрасли в развитии Казахстана огромная, поэтому в Казахмысе продолжают предлагать все усилия для выполнения приоритетных задач. Шалгасов Сгамбаев, Амир Ибатов, Атамикен Бизнес. Еще больше новостей в наших социальных сетях. Оставайтесь на Атамикен Бизнес. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok